Привет, мой юный любитель L2. Сегодня у нас очередной выпуск по новой версии этой игры под названием Проект Ева и приятная новость в том, что мне удалось найти новых знакомых на корпоративе. И теперь в роликах по Еве будет еще больше крутой инфы. Сразу выражаю благодарность за помощь подготовки моим коллегам LifePain и Jumbo. Переходите к ним на ресурсы, чтобы узнавать важную информацию чуть раньше того момента, как я расскажу обо всем на канале. Кроме того, обязательно не забудь подписаться на мой канал прямо сейчас, потому что YouTube это очень сильно чувствует и активнее рекомендует мой контент другим ребятам. В ту же тему можешь поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. У меня кстати еще в Telegram есть канал, там можно пообщаться напрямую, если хочется побыстрее узнать что-то интересное. В общем, как ты уже понял по превью, мы тут будем обсуждать сегодня вопрос выбора профы на старте. И это уже конечно целый мем с этими попсовыми темами, типа там 5 топ классов новичку или как правильно стартовать без доната. Зрители реально уже слишком привыкли к такому, это все довольно однообразно и скучно, но именно в тему проекта Евы я считаю очень важно обсудить вопрос выбора профы, ведь тут есть очень важные особенности. Во-первых, баланс проф может очень сильно меняться в зависимости от бустам. Натрежьте ассасину, например, доступ к бесконечной мане и быстро выяснится, что в пве он не настолько хорош, как мог бы быть. Во-вторых, опять же сыграет удачное сочетание пвп и пве особенностей, ведь за хорошие споты можно будет иногда даже успешно подраться. В-третьих, в Еве невозможно сменить профессию персонажа, а значит выкачаться удобным классом и далее превратиться допустим в беша или танка будет просто невозможно. Четвертое, это Олимпиада, она как бы все еще пососная в плане своего геймплея, ведь лично мне бои три на три совершенно не заходят. Однако приятность в том, что в награду за геройство дают приятные штуки и редкость вашей профы напрямую бустит шанс взять этот статус. Еще есть пятый секретный пункт, который вынудит вас стартовать на ТК или ШК, но давайте я оставлю эту интригу до конца видео. Добро пожаловать в Lineage 2 Essence. Не зависть от других, играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включай автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены, и теперь в открытом мире. Отвою их у всего сервера. Брось вызов Олимпу, Сражайся за звание героя каждый день. Играй бесплатно в Lineage 2 Essence на фо-гейме. Вообще, в самом начале ролика покажу вам Тимурову таблицу. Обратите внимание, что почти все классы так или иначе раскрываются на разных степенях буста, но понятное дело, что есть свои метовые ребята, которым хорошо всегда. В первую очередь я хотел бы отметить тех героев, за которых пока что у нас возможности поиграть нету даже на тестовом сервере. Это новая раса из Мага и Танка, которые называются Дух и Хромовник, а также реворкнутый ММ. Данная троица, безусловно, будет на релизе Евы, плюс обзоры на них уже лежат на моем канале. Если говорить про возможность старта на этих профах, то однозначно стоит как минимум обратить внимание. В поздней игре они будут все так же хороши, но ММ в отличие от Духа чуть слабее и чуть дольше раскрывается, а Хромовнику трудновато решить проблемы с маной, которые тут расходуются очень уж быстро. Другими словами, ММ и Дух практически одинаковы, но Дух чуть удобнее, а на Хромовнике придется немного повертеться в плане ПВЕ, но в целом он тоже неплох и, будучи важным саппортом, пригодится в массовых сражениях. Более понятные и знакомые метовые классы у нас тоже присутствуют, к ним я бы отнес Дестра, ДК и Ассасина. Основной фокус этих ребят в том, что благодаря базово большому урону они могут неплохо реализовываться без применения особого буста. Ассасин чувствует относительные проблемы с маной, но если правильно настроить скиллы, то бросаясь со своими тенями в нескольких мобов сразу, можно вытаскивать адену и опыт даже в забитой локации. ДК отлично умеет восстанавливать ману, нанося урон, а благодаря мощным ударам и прыжкам тоже неплохо реализуется на качи. Плюс, после последних реворков тут есть дополнительные атаки по области. ДК, кстати, можно брать любого из трех. Принципиальных различий там вообще особо никаких нету. Ну, они есть, но они не то чтобы значительные на самом деле. Дестра, как обычно, у нас выступает просто большим и сильным. У него в арсенале есть немало умений с атакой по области для хорошего фарма, а возможность ситуативно включать важные встроенные усиления и опрокидывать врагов, выводя их в состояние, где они не могут уже никак себя защищать. Это тоже отличные преимущества, особенно в случае, если тебе нужно защитить или отбить у кого-нибудь спот. И дестра, кстати, на Еве появится немножко не такой, как у нас сейчас. Он уже будет усиленный. Он там несколькими патчами его апнули. Кстати, руками потрогать намеченную профу можно уже сейчас по ссылке в описании. Проект Ева строится на основе эссенса и почти все классы, о которых я сегодня расскажу, ты можешь заблаговременно потестить вполне самостоятельно. Кликай на ссылку, регистрируй аккаунт и получи при создании персонажа к помощи партнера, чтобы быстрее втянуться в игру и начать раскрывать интересные тебе классы. Следующие профы также являются довольно привычными и выбрал я их на основе собственного рейтинга профессий, который создал недавно, прогнав через тесты все классы игры на лоу-бусте. Первое место там заняла ПП, которая может очень круто защищать мобов с помощью своей встроенной атаки по области. Множество крутых усилений и фиксированных прибавок очень круто разгоняют атаку без дополнительных предметов, а небольшой расход маны и малый откат нужных скиллов все это дополнит и обеспечит великолепный фарм. Плюсуем сюда встроенные утилити умения типа разных неуязвимостей, резистов и контроля, в результате получаем крутейшую боевую единицу, который пофармит и по ПВПшится и посаппортит союзникам в случае необходимости. На втором месте у нас тут идет ЕЕшка. Данный класс в Essence версии обычно обходит стороной, ведь его собрат ШЕ имеет больше внутренних усилений и за счет игровых предметов сильно может вырваться вперед. Однако на Еве из-за баланса шмота ШЕ будет просажен сильнее обычного и свой полный потенциал сильно быстрее можно будет реализовывать именно на ЕЕ. К тому же в момент когда начнутся массовые сражения ЕЕ будет очень неплохо использоваться в виде Хелан, для этого у него хватает соответствующих умений. Докидываем сюда восстановление манны через благословение Евы и получаем еще одно дополнительное отличие от ШЕ, который будет вынужден для этого постоянно расходовать руду. Плюс ЕЕшка конечно довольно непопулярен и взяв на нем геройство ты силой диадемы сможешь фармить мобов и драться с игроками куда успешнее. Кстати про Олимпиаду я так и не рассказал. В общем фишка в том, что если ты берешь геройство, то тебе дают пассивку на скорость атаки восстановления ХП и МП и дополнительный еще предмет в виде диадемы героя. Она по факту является улучшенным аналогом девятого венца, а такие предметы как девятый венец героя эта штука очень мало доступная на Еве и в итоге ты как бы берешь геройство и получаешь очень крутые пассивки и буквально ультимативный предмет, который будет давать ну очень много усилений. Также хотелось бы отметить кстати бардов. Дело в том, что они как бы там ни было пригодятся любому активному клану, а благодаря встроенным усилениям, которые действуют на самих бардов куда сильнее, чем на окружающих, такие персонажи способны сильно раньше других входить в локации, где во-первых будет посвободнее, а во-вторых повкуснее. И не будем забывать кстати о том, что барды это одни из самых перспективных бойцов в формате 1 на 1. Для всех кто хочет поиграть на призывателе или на неметовом маге, я безусловно порекомендую коня. Последователь стихии по факту играется как обычный маг, но технически является призывателем. Встроенная эльфийская скорость магии сама по себе сделает его дпс довольно таки большим, а усиление от призванного коня все это дело дополнительно умножит. Плюсуем сюда возможность часть получаемого урона переносить на коня и вот у нас уже отличная боевая единица с уроном и живучестью. Если хочется геймплея на ноже или луке, то лучше всего подойдут ПВ и ФР. Они тоже неплохо набрали очков в рейтинге, а ФР в принципе даже в таблице Тимура отметился высокой перспективностью, так что обрати внимание. Правда мои испытания на птс показали, что на среднем бусте среди лучников на первое место будет выходить уже срок, так что это тоже имею в виду. Дополнительно хотелось бы отметить еще ШЕ и СБ. Данные классы нетребовательны и просты. В ШЕ можно носить урон и использовать контроль с дебафами, иногда даже подхиливая союзников. Плюс не забываем про стигму, которая очень понадобится не только в ПВП, но и на рейдовых боссах. АСБ будет максимально надежным вариантом на случай, если вы стоите в сильно забитой другими игроками локации, ведь весь ПВЕ потенциал тут направлен строго на атаку в одну цель. Но даже если захочется отбить себе спот поинтересней, то разные парализующие щиты и высокий встроенный урон в основном умении даст для этого много возможностей. Стоит отметить, что безусловно многие профи я не назвал, но тем интересней будет на них стартовать фанатам, ведь без лишнего внимания у них будет куда больше преимуществ в плане взятия геройства. Кстати, как раз из-за этого проект Ева реально та самая редкая возможность, где можно отыграть на том персонаже, который не очень метовый, но нравится лично вам. Но предварительно попросив прощения у любителей ШК и ТК, я, пожалуй, обязан, будучи блогером-партнером, все же рассказать и о них тоже, ведь тут есть очень интересный момент. Дело в том, что в недавней трансляции разработчиков корейцы упомянули, что угрядут изменения танков-эльфов. По заявлениям ответственных лиц, эти классы станут наконец-то уже не просто там какими-то середнячками, а настоящими звездами игры. В частности, нам рассказали, что по силе они будут сравнимы с ДК. Подробности об этом мы ждем весной уже после открытия серверов Евы у нас, поэтому есть все основания полагать, что первый крупный патч будет содержать в себе изменения для этих ребят. И ты, наверное, сейчас думаешь, что на этом все, но я напомню, что в Еве нереально сменить профа. Как только анонсировали реворк, пообещали завести купон на смену класса для Эссенса, но не для Евы. И я думаю, присутствует очень высокая вероятность того, что начав весной на Руофе на ШК или ТК, ближе к сентябрю ты сможешь ощутить на себе весь кайф обновления этого персонажа и раскрыть его на полную, в то время как все остальные желающие будут вынуждены качаться буквально с нуля. Плюс к тому же, я уже говорил, что профы непопулярны, и можно рассчитывать на перманентное геройство. Но самое вкусное это то, что в том же моем рейтинге, допустим, ШК, смог набрать больше баллов, чем такие классы, как Тир, СХ, Сыр, Гладиатор и Сильв. Плюсуем сюда еще мой крутой гайд про грамотный билд на танка. И, в принципе, у нас прямо сейчас на руках оказывается практически идеальная схема того, как взять непопулярную профу, неплохо разогнаться на ней за счет отсутствия конкуренции и с первым же патчем буквально вырваться в топы сервера. Конечно, это потребует внимания и сил, необходимо будет все делать правильно, но начать тренироваться ты можешь уже прямо сейчас, а поможет тебе в этом ссылка в описании. Благодаря ей можно получить отличные бонусы и практически в полной мере подготовиться к старту проекта Евы на официальном сервере. Огромное спасибо за внимание, если остались вопросы, то задавай их в комментариях, возможно, именно на основе того, что ты спросил, мы сделаем новое видео. Субтитры сделал DimaTorzok